Давайте почтим память минуты молчания. Они умирали под обстрелами, гибли от взрывов, тщетно пытались укрыться от осколков. За 10 лет в результате атак ВСУ на Донбассе погибло 300 детей. Об этом невозможно забыть. Но сегодня эта боль особенно острая. В России день памяти детей Донбасса. В Волгограде на Мамаевом кургане акция «Реквием». Александров Егор Артемович, 10 месяцев. Мальчик был убит осколком от разрыва снаряда во дворе своего дома. Это произошло во время перемирия, объявлено украинской властью. Подлибская Анастасия Алексеевна, 11 месяцев. В результате детонации артиллерийского боеприпаса в городе Горловка Настя и ее мама получили ранения, несовместимые с жизнью. Погибли на месте. На главной высоте России представители комитета семей воинов Отечества из Южного федерального округа, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Эти люди своими глазами видят тела самых невинных и самых беззащитных жертв украинской агрессии. Ведь одна из задач организации – поиск захоронений. С 2014 года по 2023 год в Луганской народной республике погибло 68 деток. 268 деток получили ранения. С нами работают ребята военные, это поисковая команда, 90-й батальон. То, что я услышала от них, они говорят, что самое страшное, что сегодня за свою жизнь увидели – это погибших деток. Это не нацисты, это фашисты. Представители комитета приехали в Волгоград для участия в окружном форуме. Он собрал 120 человек. В их числе семьи участников СВО, сами бойцы и эксперты. Цель встречи – обменяться опытом в вопросах оказания поддержки участникам специальной военной операции и их родным. Чем больше нас объединяет, тем меньше шансов нас разъединить, нашу страну. Поэтому мы сегодня объединяем людей в помощи друг к другу. Психологическая помощь, духовная помощь, юридическая помощь – это все то, что сегодня нужно, чтобы справиться. Ребята сегодня воюют там, на передовой. У нас здесь тоже защита нашей страны и нашего суверенитета. И нам здесь тоже нужно выиграть. Нам здесь тоже нужно не упасть духом. Нам здесь нужно не сдаться, а нужно научиться. Научиться быть полезными друг другу. Научиться помогать друг другу. И научиться приближать победу. Лилия Фролова из Светлого Яра на себе ощутила, что такое не быть брошенной в минуты горя. Ее супруг ушел защищать родину в январе, а спустя несколько месяцев погиб, выполняя боевую задачу. После смерти мужа Лилия не осталась одна. Женщине оказали помощь с похоронами и с оформлением всех выплат. Попала в Луганск, в ЛНР, в Лисичанск, туда в часть. К сожалению, в марте он погиб. 2 марта был последний звонок от него. Как раз у сына был день рождения. Поздравил с днем рождения. А 3 марта он ушел на боевое задание. 4 марта погиб. Когда были похороны, нам очень сильно помогла Алена из фонда защитники отечества. То есть она прям полностью нашу семью сопровождала. Я до сих пор с ней общаюсь, консультируюсь. В рамках форума, который проводится уже в третий раз, обсуждались лучшие практики в работе с семьями участников СВО, а также разработки и методики клинических психологов и юристов. Волгоградская область – это тоже сильный большой пакет поддержки социального, лечебного плана. Инициатива Волгоградской области о том, что инвалидам представлять технику, ручного управления – это тоже инициатива Волгоградской области, которая зашла уже на федеральный уровень. Неоднократно Волгоградскую область посещала Анна Евгеньевна Цивилева. Это руководитель государственного фонда защитников отечества. И она дала высокую оценку региона по работе с семьями и участниками СВО. Волгоградская область – одной из первых начала разработку единой системы помощи участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий и членам их семей. Сегодня в регионе идёт активная работа по созданию многопрофильного центра, который станет её опорным элементом. Именно в этом центре участники СВО и члены их семей смогут получить всю необходимую помощь – лечение, реабилитацию, социальную поддержку. Наталья Полякова, Евгения Савичева, Виктория Зубкова, Елена Заборщикова. Волгоградская правда. Именно жизнь.